Доброе время суток! Поэтому нужны анализы, консультации эндокринолога и так далее. Если мы говорим о народной медицине, то из трав неплохо применяется пустырник, как антидепрессант в гипертериозе при повышенном действии гормонов щитовидной железы. Неплохо проявила себя мята, скажем, тоже в виде травы. Но опять же, это не как дополнительный момент, как вот то, что вы можете делать сами, но в любом случае нужна консультация специалиста. И вот вследствие этого момента я хочу сделать небольшое лирическое отступление в нашем разговоре о железах внутренней секреции. И, вот скажем так, внимательно читая ваши высказывания и вашу полемику иногда в чате, на сайтах, в фейсбуке и так далее, и так далее, по мере времени, которое появляется, я прихожу к одному очень интересному выводу, который, вот я очень долго хотел вмешаться в эти дискуссии, но вот пользуясь случаем, говорю это, ну вот, скажем так, в эфире. Вот у меня возникает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемая мама, неужели вы думаете, что человек, который 10 лет учился медицине, который, ну скажем, вот в этом году как раз исполняется 40 лет, как он работает практикующим специалистом, информирован в области лечения детей и людей, ну скажем так, не так, как бабушки, сидящие на скамейке, имеющие какой-то затейский опыт. Меня интересует, почему именно вот вопросы лечения, вопросы восстановления, вопросы профилактики, они являются предметом обсуждения, выяснения экспериментов на собственных ваших детях, причем, по большей части, абсолютно бездумно. Неужели вы думаете, что человек, ну практически ни в своей жизни, не прочитавший ни одной серьезной книги по медицине, может что-то рекомендовать, советовать или оказывать какое-то вот влияние на тактику, выбранную вами в лечении своего ребенка, и это пройдет для вас безболезненно. Ведь вы же не, скажем, обратитесь по вопросу ремонта своей машины любимой, ну к какому-нибудь, ну даже замечательному, выдающемуся юристу или адвокату, да, вы побежите к специалисту. Почему все вопросы, касаемые лечения детей, они строятся на советах людей, которые абсолютно ничего в этом деле не понимают. Вот мне очень интересно, кто-нибудь, ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос, и самый главный вопрос, который я хочу вам задать в ответ на то, что вы проводите экспериментально со своими детьми, мне очень интересует вопрос, который я часто задаю мамам, если ко мне обращаются лично, это вопрос, зачем вы даете и стремитесь дать ребенку то, что ему совершенно не нужно. Вот поставьте себе вот этот вопрос, вот, ну, например, там кто-то дает там препарат, там улучшающий, ну, я не знаю, иммунитет, как бы, да, как бы считается, вот, и вот все тут же хватаются, бегают по сайтам, ищут, где бы заказать, начинается героическое обсуждение, где лучше, где дешевле, где наверняка уже вот то, что нужно, особенно если это там Пете Васе помогло, а Коле стало плохо, его отправили в больницу после этого, но Пете же Васе помогло, давайте попробуем. И это кончается обычно очень плохо. Так вот, меня интересует вопрос, зачем? Начинаю спрашивать, а что, ребенок часто болеет? Нет. А что, есть какие-то хронические проблемы? Нет. А зачем? А вот на всякий случай, вот, все дают, вот, я тоже хочу. Дело в том, что вы же не... Вдруг поможет. А? Да, вдруг поможет, непонятно от чего. Вы же не ремонтом квартиры занимаетесь, когда там, скажем, вот, давайте эту полочку сюда повесим, повесили, ой, нет, плохо, там, дверь закрывается, давайте перевесим. Перевесили, все стало хорошо. Организм человека, особенно ребенка, штука очень сложная, она очень хрупкая. В организме человека все построено настолько тонко и настолько завязано с друг другом, что любая ситуация, которая меняет какие-то процессы, она влечет за собой сбой во всем организме. Ну, например, вот, пример, да, все почему-то очень любят и очень, скажем так, да, стремятся дать ребенку витамин D, ребежир там, да, омегу и всякие другие варианты в коробочках, в капсулках. Да, и так, ну, вот, пока о ребежире поговорим, вот. И вот хорошо, надо, там, ребенок вот недополучает, вот, и совершенно не понимая о том, как действует витамин А и Д на организм человека. А действует он очень щепетильно. Дело в том, что передозировка витамина А и Д катастрофически действует на печень. Она разрушает клетки печени и разрушает это очень быстро. То есть при передозировке витамина А и Д человек впадает в состояние токсической печени, так называемой жировой печени, когда клетки печени заменяются жировой тканью. Это происходит довольно быстро, а учитывая то, что витамин А и витамин Д в большом количестве присутствуют в пище, то рассчитать дозировку, которую необходима ребенку, достаточно непросто. Это должен делать специалист, это должен делать диетолог, который прекрасно осведомлен о том, что ребенок ест и о том, что ребенок принимает. Естественно, никто этого не делает, и все дают, пытаются воспользовать этого облака, получается наоборот. Другой вариант. Все почему-то стремятся дать препараты кальция для укрепления костей. Начинаешь спрашивать, а что, хрупкие кости, что частые переломы, что ребенок там плохо растет? Нет, нет. А зачем? На всякий случай. Вдруг поможет. Да, там Пете вот стало лучше. Почему Пете стало лучше, а чего Пете стало лучше, никто не знает. Но стало лучше. Пете никто не спрашивает. Да, вот. Родители, которые дают это. Естественно. Значит, зачем дает Пете, тоже непонятно. Но не важно. Главное, что дает. Значит, начинаются поиски, начинается, вот нашли препарат, стали давать, а потом начинают возникать проблемы в почках и желчном пузыре, потому что кальций очень плохо растворяется, очень плохо выводится. Он откладывается, возникают кальцинаты на костях, возникают кальцинаты в суставах, особенно в период бурного роста ребенка. У него болят колени, у него болят мышцы и так далее, и так далее. Это что касается препаратов. Ничуть не меньше вред приносят травы, которые вы даете бездумно, биологические добавки. Ничего не бывает просто так. Любая трава, любые витамины, любые биологические добавки, направленные на улучшение якобы здоровья, имеют определенный состав, иногда абсолютно несовместимый с друг другом. Спросите меня, зачем это делают? Ну вот это бизнес. На этом фармацевтической отрасли крутятся огромные деньги, крутятся они, ну скажем, денежный оборот фармацевтической промышленности по объему занимает третье место после торговли оружием и после торговли наркотиками. Третье место – это торговля лекарствами. И фармацевтические компании, и компании, выпускающие биологические добавки, вкладывают в рекламу абсолютно бешеные средства. Кого не волнует вопрос полезности этих препаратов? Да, действительно, кому-то индивидуально они могут быть полезны. Да, правда, они не яды, они никого не травят, но в большинстве своем… Могут отравиться тоже. Да, в большинстве своем могут привести, особенно у детей, к достаточно тяжелым осложнениям. Это было неоднократно, и неоднократно история знает суды и иски к фармацевтическим компаниям, которые платили огромные штрафы, огромные компенсации пострадавшим. Но здоровье-то уже ни за какие деньги не вернуть, оно потрачено из-за вот таких вещей. Поэтому у меня убедительная просьба, прекратите обмен рецептами, ну, кулинарными, пожалуйста, а вот все, что касается препаратов, все, что касается лекарств, ни в коем случае не должно проходить без консультации. Мы же не зря предоставили вам практически круглосуточные, даже две линии у нас есть, консультации, которые вы можете пользоваться. Это и к Давиду, и ко мне, пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте. А нас вообще подходит? Да, по любому поводу. В основном там должно быть, наверное, вопрос, а зачем? Вот так вот этот вопрос, который мы всегда задаем, когда спрашивают, а вот можно дать, а вот зачем? И я, честно говоря, не помню, когда я получал разумительный ответ, что это действительно нужно дать. Ну, нет, может быть, там пару раз было, когда действительно обращается мама, доктор выписывает тот или иной препарат, и мы приходили к выводу, что да, он действительно нужен, и, скажем, вот эту вот рекомендацию нужно выполнить. Но это рекомендация специалиста. Я понимаю ваше отношение к врачам в основном, но я хочу еще раз обратить ваше внимание, что это люди, которые получали специальное образование. Хорошо они это получали, плохо, неважно, но, скажем так, определенно навредить здоровью того или иного своего пациента ни один врач не будет, потому что, ну, все-таки минимум 7 лет, а то и больше, они учатся и получают определенные знания в этой области. Другое дело... Слушайте мне немножко вмешаться. Тут самое главное, я думаю, это наличие собственной головы и собственного понимания. Вот я только хотел это сказать. Врачи, они люди, как бы, действуются, соответствующие, чем правила... По схемам, вот да, вот я, да, я это как раз хотел сказать следующее. Среди ребенка, сами родители, они должны думать, а даже не слушать, кто же какой врач сказал. Потому что тут может быть по-разному. Вот, так вот, я как раз хотел развить эту мысль в том плане, что, получив рекомендации, вы должны включить свою голову и опять же подумать и сообразить, зачем вы это делаете. Посмотреть состав препарата, посмотреть противопоказания к этому составу, да, побочные действия, совместимость с тем, что вы даете, о чем доктор может в принципе и не знать даже, вот, про какие-то другие заболевания, хотя он должен, но не все это делают. Вот, и десять раз подумать, десять раз посоветоваться с кем-то, может быть, другим специалистом и так далее, и принять решение не посоветоваться с тетей Машей и бабой Клавой, которая там живет этажом ниже, а посоветоваться с специалистом, который в этом понимает. На мой взгляд, основное, обращать внимание на побочный эффект, обычно не обращают внимания, но это самое серьезное. Вот, например, просто примеры общения нашего с мамой, когда возник вопрос, а нужно ли применять тот или иной какой-то конкретный препарат, который якобы вот хорошо там стимулирует какую-то недостаточную функцию организма, и когда стали смотреть противопоказания, вдруг выяснилось, что этот препарат ни в коем случае нельзя принимать беременным женщинам. Возникает вопрос, почему? Потому что этот препарат плохо действует на развивающийся плод. Возникает вопрос, а двухлетнему ребенку, который точно так же развивается, разве можно давать этот препарат? Там не сказано, что детям нельзя, но сказано, что нельзя давать беременным. Ну, голову включите и спросите, а почему беременным нельзя давать? И вам сразу будет понятно, а можно ли давать это маленьким детям соответственно. Или, например, препарат, который оказывает, скажем, в побочных действиях возникает, допустим, понос. Да, то можно ли давать этот препарат ребенку, у которого какая-то ферментативная недостаточность, или у которого склонность, скажем, к запорам, к поносам, неустойчивая ситуация в желудочно-кишечном тракте. Даже этот препарат, скажем, влияет на его нервную систему. Казалось бы, конечно, нет, потому что вы в этот момент испортите ему окончательно его желудочно-кишечный тракт. И так далее. Вот это только примеры такие поверхностные, которые показывают, как определять необходимость. И, опять же, возникает вопрос, да, зачем давать эти препараты, которые, скажем так, ребенку, в принципе, просто не нужны. Нет препаратов, которые можно давать с точки зрения на потом, а вдруг, да, вдруг это будет, вдруг это появится. К этому абсолютно не готов организм, он так не работает. Препараты работают только на ту проблему, которая есть. Они не могут работать на те проблемы, которые, может, будут, а может, не будут. Вот, поэтому ничего, кроме вреда, вы в этой ситуации не извлечете из этого вещества. Поэтому еще раз я убедительно вас прошу относиться к любой ситуации, которую вы даете ребенку, к любому изменению в его питании, к любому изменению в его лечении. Очень осторожно, очень сознательно и очень продуманно, самое главное. Но если, соответственно, у вас возникнут вопросы и, скажем, возникнут какие-то ваши мнения по этому поводу, пожалуйста, высказывайтесь, обращайтесь. Можно устроить по этому поводу определенную дискуссию. Мы готовы, мы открыты, вот, и мы объясним всегда свою позицию, которая, в принципе, ориентирована всегда на здоровье ваших детей, на улучшение этого здоровья. Иногда, может быть, вопреки действию самих родителей. Вот на этом сегодня с вами прощаюсь. Еще раз будьте здоровы, берегите себя, своих детей, счастья вам, мира и удачи в будущем.